Ребята, всем привет! Всем привет! Второй день подряд мы начинаем вещание на улице. Мы, несмотря на то, что вчера Данёча уснул на улице, решили сегодня все равно пойти, потому что, ну почему... С утра практически. Да, потому что такая погода, опять солнышко, неизвестно, что будет вечером. Правда, есть небольшой нюанс в виде ветра. Очень сильный ветер, холодный. Порывами. Да, мы на прогулочной нашей коляске уже, потому что у нас асфальт, ну дорожки, по крайней мере, у асфальта. Данёк опять тут полусонный, едет, мы его закрыли, да, сходили, купили кролю сено, а то у нас закончилось. Он уже второй день ест морковь, которую мы купили, 5 килограмм. Ну, у него еще корм есть, конечно, корм, кушают и морковь, в общем, сено там чуть-чуть совсем оставалось. Наконец-то мы дошли. Вот, идем прогуливаемся, но на самом деле уже домой, потому что мы не хотим, чтобы у нас Данёк опять заснул. На улице, потому что долго не прогуляешь, и плюс палец все-таки дает о себе знать. Палец дает о себе знать, ну и еще ветер вот такой. О, какой ветер холодный. Что, Данюшек, поползничал теперь играться? Что я вам на полдник расскажу? Данька, Танька, догоню, Даню, догоню сейчас. Ой, догоню. Куда? Далеко ты не убежишь. Куда втопил? Даня, недалеко не убежишь все равно. Догонять иду, Даню. Прятаешься за маму? Ага. Ну что, Данюшек, ты опять за рулем? Ты одной рукой что-то рулишь уже? Не боишься? Поехали-ка маме сгоняем. Так, здесь лучик, естественно. Аня делает курочку. Это не курочка, а цыпленок, да? Цыпленочек. Цыпленочек. Понятно, почему лучик здесь пасется. А вдруг кусочек цыпленочка упадет? Да, лучик? Поэтому здесь... Мы уже готовимся к ужину. У нас опять идет снег. Посмотрите. Видно? По-моему, не особо видно. Но он очень-очень мелкий. Вообще не прекращается каждый день. И завтра обещают снег. Сегодня уже какое-то 21 число. И снег вообще странно. У нас готовится курица. Я сейчас еще порежу салат. Здесь убрала на кухне немножко. Данюшечка катается с папой. Ух ты! Ух ты! Ничего себе! Вот это тюнинг у тебя. Молодец какой, да, Аня? Молодец. Ты что зеваешь, малыш? Ты скажи, там опять снег идет. Да, и лучик тут ходит. Все ходит, ходит, ходит. Все, готовлю салатик. И скоро будем уже ужинать. Да, маленький? Будешь ужинать? Кудряш. Даня тут ремонтирует. Багажник проверяет, разбирает. Багажничек. Это нужно проверить, все ли там в порядке. Занимается. Главное, до этого слушал только сирену, а теперь слушает вот на этот момент. Только вот эти мелодии. Сирену не слушает. Иногда включает ее. Да потом сразу включает велосипед. Даня, что будешь хранить? Да, там большой багажник. Что будешь хранить? Игрушки, печеньки. Все. Машину отремонтировали. ТО сделали. Подняла все игрушки, вещи отодвинула кровать. Сейчас буду запускать пылесос, пока малыш купается. И хочу немножко ему подстричь челку, потому что волосы уже глаза вот здесь. Ну, в общем, немножко подстричь, совсем чуть-чуть. Я уже несколько раз его стригла сама. Когда он сидит, пока купается, Дима его отвлекает, я его подстригаю. Так, ну все. Поехали. Пылесос включаем. И запускаем. Все, работай, дорогой. Опять метет снег, причем такой сильный. Замело машину опять, а замело асфальт. Уже ничего не видно. Обалдеть. Даня укладывается спать. Моего немножко подстригли. И скоро Пойду монтировать влог. В общем, буду монтировать. И, наверное, фильм посмотрим еще сегодня. Ребята, каким-то чудом нам еще удалось Один фильм посмотреть, одну киношку. И рекомендовать или нет, сложный вопрос. Фильм непростой. Кто когда-нибудь смотрел Реквием по мечте, Очень тяжелый фильм. Это такой некий реквием по мечте на минималках. В общем, военный врач приходит С войны контрактной, На которую он подписался там Отслужить год или сколько. Так и в фильме непонятно было. И у него не выявили Посттравматический синдром. Ну, я вкратце буквально расскажу. И все это привело к тому, Что он начал злоупотреблять Употреблять некими запрещенными веществами. Сначала аптечными, Потом рычит, Потом опиатами. И все это привело к тому, Что он что начал делать? Помнишь ты? Что он начал? Грабить банки. А, да. Все, больше ничего не говорю. Ну, непростой фильм. Мне, в принципе, понравился. Но я ожидал более какого-то Трэшового финала. Финала. Да, более какого-то, наверное, Совсем же скача, Потому что все-таки Он напоминает реквием по мечте. Фильм называется Черри в оригинале. Русский прокат, как всегда, Назвал его понаклонный. Как тебе, в принципе? Да, можно посмотреть. Но, мне кажется, Не всем зайдет. Не всем. Не всем. Однозначно рекомендовать не станем. Кто... У кого есть минутка, Кто смотрел подобные фильмы, Наверное... Вы можете посмотреть трейлер И поймете, Наверное, понравится вам или нет, Но... Маленький слушатель. В принципе, фильм неплохой. Неплохой, И время стоит на него потратить, Если подобный фильм Вы когда-либо смотрели. Да. Ну, вот и подошел к завершению Этот день. Классный? Классный день. Супер день. Ну, единственное, Смущает все-таки, Что там началась зима, По ходу дела, Потому что идет снег, да? И сегодня воскресенье. Это тоже смущает. Это тоже смущает. Выходные пролетели быстро. Ребята, не забывайте Подписываться на наш канал, Ставить лайки, Писать комментарии. С вами были Лучик, Аня, Дима, Сугроба. Не пропустите Следующий видосик, Который выйдет. 7 метра по московскому времени. Всем позитива, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»